Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Федор. И сегодня у нас тема более экологическая, ну и более интересная будет для вас. Она за ней затрагивает каждого. Почему? Сегодня мы поговорим о том, как не иметь отходы, а иметь прекрасное удобрение для сада и огорода. Эти пищевые продукты как бы присутствуют постоянно в нашем столе. Ну, значит, у нас есть как бы пристрастия разные. Кто-то любит вороную пищу, кто-то любит сырую пищу, кто-то жарит, кто-то... Ну, пристрастия разные. Но, тем не менее, со всей этой пищи органической у нас образуются отходы. Так вот, многие из этих отходов могут быть не только прекрасным удобрением, подкормкой, также и зашитой нашего сада и огорода. Ну, давайте так, чтобы не распыляться полностью, давайте остановить хотя бы красность, кратко. Смотрите, любая зелень, для того, чтобы не было нитратов, мы берем, что делаем зелень? Берем в теплой воде, промываем. Мы берем, замачиваем. Буквально 10-15 минут зелень побыла в водичке, и нитраты из нее вымываются. И что мы делаем с этой водой? Эту воду мы просто-напросто выливаем в канализацию. Но если мы выращиваем комнатные растения, я бы советовал эту водичкой полить ваши комнатные растения, потому что нитраты – это азот. Азот способствует росту ваших растений. Палили ваши растения, они отблагодарят более пышным ростом и впоследствии цветением. Если нам необходимо добиться пышного цветения, значит, что мы будем использовать? То есть у нас пьем чай, пьем кофе, у нас остается, значит, чайные пакетики остаются, это отдельная тема будет, у нас остается заварка чайная и кофейная густа. Так вот, кофейная густа и чайная заварка, они прекрасно подходят для подкормки растений. Значит, замечу, что если взять пакетик до 5 грамм, это получится на 5 литров воды. 1 грамм чая на 1 литр воды, если использовали пакетик, взяли и опустили опять водичку, залили кипятком, все шества вымываются, остыли, разбавили холодной водичкой и поливаете ваши растения. Если вы так сделаете, вы заметите, что у алоя, например, у такого комнатного растения листья станут чуть ли не в 2 раза шире, они станут более сочные. В пеларгоне будет образовывать большие-большие соцветия. Комнатная роза заложит очень много бутонов. Вот вам чай, который мы выбрасываем в заварку, в чайную заварку. Пакетики, опять же, у нас остаются пакетики. Остаются пакетики. Для чего пакетики можно использовать? Если эти пакетики высушить, значит, на следующий год их можно будет опустить в йодный раствор и развесить все плицы. Такой пакетик будет медленно отдавать йод, и ваши помидоры не будут болеть фитофторой. Такой способ экологически чистый и в то же время как бы это отходы, которые мы практически засраем природу, выбрасываем. Ну дальше у нас есть целая куча других полезных. Ну, начнем с самого распространенного. Хлеб. Хлеб чему голова? У нас остаются кусочки хлеба, недоеденные, ничего. Значит, эти кусочки хлеба мы что сделаем? Высушим. Просто-напросто высушим. Потому что как бы нереально их использовать. Где могут найти применение хлебные корочки? У нас хлебные корочки, поскольку они содержат дрожжи, они будут стимулировать рост ваших растений за счет того, что они будут разрыхлять почву, и почвенные микроорганизмы начнут работать лучше. Поэтому эти корочки можно, конечно, если у вас много домашних растений, использовать сразу же. Заливаем теплой водичкой. Сутки настоялись. Процеживаем. Этой водичкой поливаем комнатные растения. Буквально через неделю вы заметите, как ваши растения повеселеют и станут гораздо более привлекательными. Их появится блеск, цвет листьев изменится. Это за счет хлебных корочек. Следующее, что у нас также имеется, это большая группа овощей, большая группа фруктов. Большинство овощей и фруктов снимаем в кожуру. Имеется кожура, мы эту кожуру снимаем. И что мы делаем? Кожуру выбрасываем. А это очень промерчиво. Потому что это все создавалось миллионами лет. Растения создавались. И, соответственно, в природе ничего не бывает лишнего. Это все органика, которая очень положительно будет отзываться на наш сад и огород. Значит, поймите, что каждый из плодов, фруктов имеет свой уникальный химический состав. Вот, например, банан, те же цитрусовые, та же картошка, они очень богаты калием. Поэтому они улучшают деятельность сердечно-созористой системы. Но в то же время калий очень любят все культуры. Та же свекла очень любит, морковка очень любит калий. Поэтому вот эти очистки, что у нас остаются, банановая кожура, очистки цитрусовых, тоже картофеля очистки, вот они уже в готовом виде. У нас, опять же, мы можем заготовить. Ну, тут как бы, если посмотреть интернет по всем этим заготовкам, вот этих отходов, есть как бы две точки зрения. Одни рекомендуют замораживать. Ну, как бы замораживать, это я понимаю, может где-то в районах Крайнего Севера, где холодная температура, она просто не оттаивает. Ну, и там можно, конечно, выделить место, что на улице складывающего мешок, он будет замораживаться, промораживаться и будет сохраняться. Ну, у нас, где частые оттепель в условиях Белоруссии, ну, и так и в сопредельных территориях, где оттепель часто бывает, это заморозка будет то оттаивает, то замерзает. И, сами понимаете, может издавать неприятный запах. Поэтому я советую большинство этих отходов сушить. Почему? Потому что эти отходы у нас образуются, как бы не могут быть использованы в зимний период. А в эту пору всегда у нас греют батареи. Найти местную батарею для просушки – это очень легко и быстро. Тем более положить на подносики 2-3 дня, и уже продукт готов. Дальше всыпайте. Ну, всыпать желательно, конечно, не в целлофановые пакеты, а матерчатые. Матерчатые пакеты или пакеты со спонбонда. Ну, можно использовать бумажные. Всыпайте, всыпайте. Потом придет весна, и вы будете использовать, если у вас получается очень много отходов. Потому что, смотрите, вот такое интересное наблюдение. Выращиваем мы многие рассаду – помидор. Выращиваем рассаду перцев, других растений. Их повреждает черная ножка. Ну, и мы там сыплем химию неизвестно какую. Так вот, знаете, что морковь, свекла, чеснок и лук содержат в своем составе йод. А что такое йод? Йод действует отрицательно на микроорганизмы. Он как бы их убивает просто-напросто. Поэтому с этих вот очисток мы можем сделать отвар. Ну, мы можем… Отвар… Вода должна быть не очень гаража, отвар до 40 градусов, чтобы сохранить йод, чтобы он не улетучился. Таким вот выдерживаем сутки, выдержали, и поливаем нашу рассаду. И заодно рассаду мы насыщаем не только йодом, чистим почвенную микрофлору, но мы обогащаем ее различными органическими веществами. Потому что в любых овощах и фруктах значит все содержится питание как бы в органической форме. Соответственно, оно сразу усваивается растениями. Сделайте поливку рассады, и вы заметите, как она будет гораздо-гораздо крепче, и перестанет болеть. Так что вот видите, какую хорошую пользу нам служат вот такие, казалось бы, отходы. Ну далее, если у вас этих отходов собирается очень много, мы вообще не можем использовать потирокомнатные растения. Можно та же кожура яблок и все. Мы все это просушиваем, все складываем в мешочки. Складываем в мешочки. Значит, если нам надо подкормки, комнатные растения мы используем. Но большую часть мы будем использовать весной. А что мы используем весной? Значит, весной берем все это, как бы при посадке этого картофеля, тех же овощей различных. Мы берем, делаем родочки. Делаем родочки, размачиваем наши отходы, и просто-напросто посыпаем у родочек, присыпаем почвы, и после этого высеваем культуру. Ну, тут необходимо искать следующих принципов. Для того, чтобы болезни не повреждали, как бы, ну, одна другую, значит, картофель, баклажаны, перец, то есть там отходы, которые богаты калием, их же также любит и морковка. Мы можем носить под морковные роды. Вот. Соответственно, морковку свеклу, от кожуру морковки свеклы мы можем носить под картофель. Луковую шелуху, чесночную шелуху мы носим под картофель. Это тоже, как бы, оздоравливает почву и в то же время избавляет наш мир от отходов, от того, что мы захламляем нашу землю. Так что надеюсь, что то, что вам рассказал, побудет ваш интерес к рациональному использованию отходов, которые у нас образуются на кухне, потому что это важно по двум причинам. Первая причина, что мы в природу возвратим все эти вещества, которые растение уже взяло, мы возвращаем. Поэтому растения сразу усваивают эти элементы. И во-вторых, мы будем выбрасывать в мусор. Не будем засорять нашу природу теми отходами, которые еще могут быть использованы растениями, которые будут улучшать. За счет того хорошего развития растений наша жизнь будет улучшаться. Потому что будет и рост растений улучшаться, и их урожайность. Так что воспользуйтесь этим советом и более пристанным вниманием уделите своим отходам. Не выбрасывайте все бездумно в мешки и не выносите в мусорные контейнеры. Все это может быть использовано с пользой. И бесплатно, дешево и бесплатно. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok